Иногда просят показать в постный день, что едим. Ну, показали сегодня еще горошница. Горошница у вас как-то не так получается еще. Более жидкую надо делать. Ничего с нее не сливать. Заразе замочить там за день или сколько. Это самая популярная еда в тюрьме. Интересно, везде картошка разрезана. А тут я целиком картошка брошена, очищенная. Она такая, что ни одной горошины не видать. Только мутная такая, как бы вода. Но она очень хорошая. И вот сегодня у нас как раз она здесь. Вот я рассказывал про двух братьев тут. Халва у нас откуда? Алтайский какой-то там маслозавод или как называют? Михеевы. Кажется, Сергей и Алексей. Они сами организовали это все. Потом будто бы совхоз где-то откупили земли. Свои комбайны. Везде скупают подсолнечник. Семя. И вот они это все делают. Они мне не один раз помогали. Потом потерянство приезжали. Спрашивали видимо. Будет нет у нас сельщики. Сельщики это рядом с Женей. А Женя там это. Он только для пивзавода. 2400 гектаров. В общем, пиво. Настоящий готов. Я когда бывает в пещи где-то ложу. Ну и хозяева там не знают, чем угостить-то. За стол там готовят, там выпивку. А я вроде и беру мясо и не беру. Ну так а чем кормить? А я всегда спрашиваю. А у вас что-то растет? У нас все тут растет. Я сейчас нарву. Вот как раз этого делать не надо. Вы мне разрешили? Я пойду и сорву и в рот положу. Вот как я сорвал и как в рот положил, чтобы не больше одной секунды. Вообще-то такое. Ну так я слышал ее. Это самое-самое полезное. Никогда, когда дома пришло и из ведерка съели. Это уже не хорошее все. Это уже потери. Еще больше она там прямая прогрессия. Самое лучшее это хранение. Так морозил, как на зиму оставляют. И вот если я пришел к людям, делаю там пещу у них, а потом увидел у них растет смородина, я вышел бы стал есть сам. То есть они ни-ни. Никогда. У меня почти 40 лет практики. Печи делать. Я ни разу такого не помню, чтобы я... Ну она прямо смородина идешь, задеваешь дорожка-то. Ну небольшие же участки в городе. Никогда. Никак. Почему? А вы говорили, что сами встаете рано. Я говорил. В Панк-Хрушистинском районе были, когда посылали на преддипломную практику. Я вставал раньше. Все стоят все, а я в пять. Я встану, помолюсь, никто не видит, молча. Там даже крест на знамя не совершал. И искупаюсь. Рядом пруд искупаюсь. А рядом недалеко, полкилометра, лес. Я иду, и там ягоды какие растут, это все мое. Они спят. Вешем-то они балдеют. Да как вы же говорили сами, это не чье. А вот когда чье-то и усадьба своя, трогать нельзя. Вам это понятно? Да. Я спрашиваю не случайно. Вздянули лишь коса. Змеёй струили щекосы. У нас здесь черешня. Кто на черешню заходил и рвал без разрешения? Ходи от руки. Только молчать не надо, иначе я буду обречать. Черешня. Не черешня, а это вишенка называется. А где она? Вишенка. Красная. Где растет все? Здесь ее видать где-то. И там даже есть. Я вчера все обошел, следы везде. Кто без разрешения на чужой усадьбе здесь. Усадьба это принадлежит Владимиру Александровичу Пащенко. Кто брал хотя бы одну вишенку. Ну мимо шла такая красивая. Там на угловой дом идешь, и пастухи идут, и рукой берут. Он даже не брал. Никто не брал. А я кое-кого там видел несколько раз. Я брала только малину. Я брала только малину. Только малину. Нет, не брал. Ну так вырезла она. За малину. Я начал думал, что черешня начну говорить, что-то с решенькой. А потом брать нельзя без разрешения. Тем более мы всегда здесь берем ее. Но делать это нужно по закону, основательно. Я вот к батюшке приду, а у нее там марина. Батюшка, я на малину пошел. Да иди ты сюда, кладываешься тут. То есть я там желанный гость. Мы сами видели как. Друг у друга вся руку поцеловали. Пошли. Вот так. А вишенки не брала ни одной. Не брала. А как ты узнала, что там дальше вишенька растет? А я в туалет ходила и увидела ее издалека. В туалет смотри, что не провалится. Они завишите. Так это хорошая качество, что ты видела. И я не против, если ты спросила бы разрешение. А спрашивают разрешение у Владимира Александровича. Я вам передаю опыт. У вас всегда будут друзья. Тебя не будут опасаться, как колорадского жука. Они так увидели, хам. Нет, еще нет. Ну а хам, да ты и хамы есть. Так что мы все тащим на стол. Видите, мы нигде ничего не оставляем. Самое малое, это я доставлю. Первым делом сюда. Ну а, конечно, второе, это у нас Барнаул. Уже благодарят, получили, что делают. И нас Бог так обильно благословляет. Вчера ведет, как донесли батюшке. Матушка найдет место. А батюшка, не надо. Не надо, у него все есть. Не, нет. А когда он поедет куда-то, он уезжает перегруженный. У него с тобой он купит мед, распасует его, варенье. Едет там епископу, священникам. Он всегда едет. Кто его отправляет в путь, знает, сколько у него. И знает, а какие обеды у Акима, вам не надо говорить. Когда на празднике здесь бывает. Это вот так. Почему? Он свое знает. Значит, вишенку никто не рвал. Я принес, вот вчера здесь где-то есть. А она целая, нет. Хотя бы я вот тебе по три дала бы всем. Игнат Тихонович, а татуировка по свете пипли, расскажите. Татуировка? Запрещена. Полевитом. Не делай на себя нарезок и письмен. 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 Это, ну, не забуду мать родную. Это, наверное, по две дай будет. По две сначала дай. Не отказывайтесь, возьмите. Это надо. Спрашивать не надо. Мы заодно с Владимиром Александровичем. И там, который растет. Значит, Анатолий Александрович, а есть временные татуировки. Ну, временно нарисует, она потом сходит через... Глупость не бывает временная. И спецназ не бывает в отпуске, запомни. Он на пенсию не выходит. Он всегда остается и умирает спецназовцем. Ты знаешь, спецназовец как ногой орудует? Ну. Как он пинает? Одного ударил, другого плыл, возьмет оперативный псевдоним. Когда они его зажучили, там, этого... Александра Дедюшка-то играет эту роль-то. Ну, отдай деньги. Они у него деньги отняли. Чего? Я говорю, деньги верни. Ну, а дальше он в начало ходного в лужу головой и все по сторонам нож выбил. Еще раз дам? Да, еще дашь, да. Дашь еще. Я не видел даже. Благодарю. Вот надо на это дело смотреть. Ты уже услышал один раз? А временное где-то? А зачем временное? Кому это нужно? Помоги? Нет, я тебе дам. Геннадий Игоревич, астрология. Вот, как бы, бык там, кто-то, рыбы и так далее. Знаки зодиака. От кого это? Ну, хорошо. У тебя не о чем больше говорить? Когда, говорит, глупый молчит, то сойдет за мудрого. Нет, это спрашивать. Не надо спрашивать. Это явно уровень такой уже. А одно нет. А если это, да что угодно можно сказать. Сказали. Вот это чистое, нечистое. Все вопрос совершенный. Бог запретил трогать кожу. Не нарезок никаких. Никакой. Знаки. Не делать письменно. Это означает и картинок, и другое. Ты Библию люби, как Слово Божие. Бог сказал. Ну и все. Вот там пошли они в трубы бегать под поездом-то. А там кто-то наворотил кучу. Это же взрослые люди там работали-то. И он ушел и оставил. То есть у него что-то есть. Что есть? А у Своя наставил. Он из этого состоит. Мы работаем дворниками. Главный собор в Барнауле. Епископский. Ну тогда, это советское время. И там, так спускаешься с лестницы, а потом опять площадка. И тогда идет. То есть высоко там, ну, я не знаю, там 17 сколько ступеней. Мы утром приходим, прям подняться через два этих перехода, вплотную к дверям и наворотить кучу. Это надо? Я сделал. Бог мне помог так. Я сам бы не сделал. Я пасу. И вот второй мостик где есть. Тут трасса была. Ехали первый год, когда мы были здесь. И проезжают машины. Я вижу, по шофера оглядываются. Никуда сойти выпить-то надо где. Воды. Я выкопал колодец. Один. Колодец выкопал. Теперь сделал сруб. Повез туда, корову пасутся хорошо. Теперь завез гравий, сделал деревянный пол. И сверху крупнозернистый песок, чтобы чистый был. И каждую неделю, там или день, я не знаю сейчас как, я посылал людей по очереди. Там через сколько, три дня, вычерпать воду. Ведер там, ведер может 30. Воды много. Колодец и надпись сверху сделал. Вниз спускаться там. Там 20 шагов колодец. Ну, кружку сделал. Это, привязал ее там где-то. Назад в кружке нет. Зеленая кружка уплыла. Я красную кружку. Красную содрали. Я, значит, тогда желтую и желтую содрали. Что делать тогда? Я прихожу, рядом с колодцем огромную кучу наворотил человек. Больше негде. Он ездил, трес себе требуху эту. И теперь примет свое дерьмо и у колодца где пьют. Это не человек уже. Даже демон этого не делает. Живут староверы где-то. И друг другу рядом положили. И мужик сделал так ведро, чтобы вот так. Поднимаешь журавль, опускаешь на палки, а потом поднимаешь. Она там колышется, поднимает. И у него ведро. Представьте, чтобы ведро налили. И он тогда даже смотрит, шофер вышел с ведром. Он думает, наливать будет, а у него веревка. Он то ли не видел шофера или чего. И своим ведром полез в колодец. Что бы мы сделали? А колодец копать, который вот у нас здесь. Это, ой, как трудно. Обваливается, обрушивается. Это надо делать с рук. Или вот здесь бетонные кольца. Барнаролы ввести. Он увидел. И он рассудил так. Это сегодня он так сделал. Завтра будет двое, трое. Нам не устоять. У него дом, усадьба. И он дает приказ. Как мы уходим отсюда. Я понимаю, как они. Тятенька, а как же здесь? Дети, нам здесь не жить. Они нас заразят. Мы умру. Один сепелитель умер в птице. Не потому, что они там давали другой выпить. Им крайне необходимо это было сделать. Один венерический больной мог заразить деревню, где нет врачей. И все вымирали. И он оставлял колодец. Пишут. Оставил и ушел. Да что это за люди такие? Это вы какие нелюди. Это люди настоящие. Они жили в тайге. Никто не болел. Они умели сохранить себя и потомство свое. Они учили, как жить правильно. Я оттуда набрался. Смотрел. И пришлось мне колодец оставить. Оставить, а я его не зарыл. Тут уже моя вина. И корова туда рухнула. Сзади ногами или как. Ее вытащили. Ага, заросло трава. Она не видала. Прям спускаешься. И тогда я пошел туда. Давай пласты с земли везде брать. И полностью забил этот колодец доверху и бросил. Я делал это для людей. И об этом написано даже в литературе. Как раз про этот случай. Вот и все. А почему так надо? Когда поешь застам, тебе сесть надо. То есть упражнения свои зарывай. Возьми с собой лопатку. Ну а причина какая? Потому что среди вас ходит Господь. Господь ходит. А что Господь наступит ногой? Тебе не надо рассуждать. Ты потерпишь очень много. С тобой не будем Господа. Столько у тебя бед всяких будет. Ибо среди вас ходит Господь. Мы верующие. Поэтому все должно быть вымерено. Четко. Даже захотелось спать. Стрихни. Сейчас не сон. Я прошу вас. Никогда не ложитесь. Днем особенно. Мы это слышим. Больному человеку положено. Лежит на койке. После 60 лет. До 60 лет. Никогда не закрывай глаза зря. Жизнь твоя сокращается. Вот считаешь. Внук Брежнева. 54 года. Я считаю другой. Там еще меньше. Еще им не жилось-то. Я вижу по физиономии, что у него там на каждом шагу своя Сусанна. Ну и дальше подъем. Он разжирел. И парт, патрон, подлетел и заткнул. Все. Я говорю, когда я говорю. Я болею. Я говорю, а почему я не болею? Совсем не болеете? Нет. А болит все. Я не могу вставить. На ягоды не знаю, куда ногу поставить. Но это естественно. Это не болезнь. Это естественно отмирание организма. Приготовиться уходить с этой земли. И все. Вот мне сейчас врач прислали там таблетки. Ну, от чего-то. Я ни одной врач не взял. Опять все сложил. Опять отсылаю в Барнаул. Ни одной. От комаров никаких лекарств не надо. Никогда не натирайтесь. Это все кожа впитывает. Он отлетел в комар. А у тебя почки будут насажаться. У тебя перед глазами вот такие мешки вот эти сидят. Мы видели, когда выступают какие-то начальники. Это означает, что там и пиво, и все есть. Береги себя. Ты не сам по себе живешь. Ты храм Бога Живого. Храм. Господь говорит, придем к Нему с Отцом. Селимся. И обитель сотворим. Ты храм Бога Живого. Выбрось все таблетки. Вот я из тебя не помню, чтобы я хоть одну таблетку съел еще. Вообще нет. Я все время настраивался. Я не болею. Никак. Ты говорила, за велосипедом галишься за мной сколько? Полдороги гнала. Да? Да. Она могла бы глянуть задорвить. Я не торопилась. Я машину берегла. Зачем мне это? Ну, сейчас на велике гонял. Это Господь дает. Уголубь я это не раз, до другой. Сейчас еще полезть и надо посмотреть, как там. Вы еще услышали? Устав православной церкви. Сегодня растительное масло разрешено. Я хочу сказать, проверять надо. Там 18-го, я помню, в прошлый раз смотрели. Было разрешено. Если не разрешено, значит не надо. Вы знаете, самое строгое. Куском хлеба играть не надо. Трогать пальцами. Это уже не игра. Кусочек трогала руками и не ела. Положила в карман себе. А в обед съешь. В карман положи. А в обед его и съешь. И больше никогда не трогайся. Если случится голодь, ты одна живая останешься. Еще придут и поклонятся пред нозе твоей. Не ноги, а нозе. Вот если разрешается мясо, значит разрешается то, что ниже стоит. Это молочные яйца. На масляницу молочные яйца разрешаются, а мясо нет. Мясо это вершина. А если разрешается молочная, то и рыба разрешается. Это еще ниже. А если рыба разрешается, значит растительное масло. И самое слабое это вино и елей. Интересно, как они определяли, которые монахи, они через желудок пытались дать проповедь. А по-другому никак. Учить не хотели, поэтому так. Один день разрешается вино и елей, а в другом только одно вино. Ну там сто грамм. А они написали не сто грамм, а написали одна чара. А я чару посмотрел, и без половинка. Это райские двери отверзутся. Просто смотрели. Как вратьев Карамазовых, там, когда из-за Смирнякова судили. Вот так. Масса растительная разрешается по норме. Не переливать. Норма сира это соль, сахар, растительное масло. Лишнего не надо. Организм не принимает это. И самое опасное из них это пересолить. Пересолить. Нормально посоленное. Нормально. Совершенно любой поиск, посол настоящий, нормальный. Даже не слышится. Это означает в 4 раза больше нормы. Ну все. Все. Ой-ой-ой. Все, ты губы запереслезли. И зубы показал. Это так. И поэтому на нашем столе сегодня было. Рыбы не было. Это значит нельзя. Растительное масло. Тоже может нельзя. Но сегодня по уставу. А какая разница. Еще Бог смотрит на желудок. Ты никогда не рассуждай. Не иди так далеко. Не осуждаем никого. Они знают как. А мы православные. Поэтому этой вольницы нам не дано. Как и Пеофан Затворник говорит. Четыре причины. Черчат не поститься. И остается. И один рейтон. Не хочу. А вот когда умрешь. И тебя демоны в ад потащат. Хочу не хочу. Пойдешь. Пеофан Затворник. У него так. Четко и ясно все выстроено. Поэтому люди, которые нас спрашивают. Они просто не знают этих правил. А так знают, что мы православные. Не игрушечные. Настоящие. То у нас все так вот и положено. Шашки себя протянули. Еще у них нет. Мой отдали. А я его просят дам. Без подозрения. Тебе. Она хорошо ягоды берет. Она мне нравится. Когда берет ягоды. Ну все, наверное. Я сказал, все. Барки не отручат. Они сгорятся после обеда. Давай, давай, давай. Вот идешь. Ты думаешь, что этому умрам? Ума много. Что оборщишь вот так. Ко мне приехал сюда. Акопян Сергеевич Живанширович. Полковник. А я ему и говорю. Вот у вас один курсант к нам пришел. Ну, назвал его там. Такой-то, такой-то. А что он такой тухой-то? А он полковник. И знаете, я говорю, да кому все такие? Военным. Он мне дали указание сбросить бомбу. Я сбросил. А кто там? Дети мало. Я не могу. Я же не вижу нигде. И поэтому раз, два, три. И считать дальше не умеем. Команда-то дается какая. Так что, когда ты все время это стараешься показать, это говорит, что далеко не ушел еще. А ты стараешься размышлять. Я тут услышал, что я сказал. Сахар опасен. А почему у нас такое варенье сладкое? А варенье означает, там пол-ложки тебе на две кружки. Ты его разбавишь. А если имеешь, оно вскиснет. Вот почему. А пересолено. Ну, бывает где-то пересолено. Значит, разбавить чем-то надо, чтобы оно не было пересолено. Иначе у тебя почки надорвутся и болеть будешь. Господи, ты дивно велик. Слава тебе. Господи Божий наш. Хвала тебе. Дивны дары твои, подкрепляющие плоть нашу, дающую силу. Ибо хлеб ангельский ел человек. И хлеб укрепляет сердце. Слава тебе за эти откровения. Ты манной свыше питал народ во их пустыне. И нас в этом пустынном месте. Ты питаешь. И все у нас есть. Научи нас видеть нуждающихся. И уделяйтесь тому, что мы имеем. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос. Какие планы? Грамм называются. Работать? Да. Жуков давить.